Так, ну что ж, друзья, всем привет! Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, бойцы и бойцыцы! И сегодня у нас тема нашего разговора — генералы. Правда, блин, такую тему накопал, пока ковырял, просто шикардос. Сам кое о чем более глубоко разобрался, но расскажу постепенно. Итак, часто спрашивают, какие генералы хорошие, какие плохие, хорош тот или иной золотой генерал. Ну, ребят, ни для кого не секрет будет, что у нас есть специализация у генералов. И, собственно, зачем нужен тот или иной генерал, можно посмотреть даже судя по его описанию. Но вообще, конечно, история на самом деле намного глубже. Если вы заходите в игру вечером перед сном отправить на фарм и убить пару-тройку монстров, да может кого-то сжечь на СВС, то вообще рекомендую не париться. Но если вы хотите более глубоко вникнуть в игру, то от степени глубины вникания в эту игру зависит то, насколько будет полезна эта информация. Или можете закрыть сразу, когда скажу. Пока еще не говорю. Итак, ребят, на самом деле все достаточно просто. Вот очень рекомендую. Еще раз. Заходим в троеточие, заходим в рейтинг, заходим в рейтинг генерала и смотрим топ 100 генералов. На любой вкус и цвет. И, скажем так, тут ребята, которые играют на вашем сервере, скорее всего, тоже, которые играют уже какое-то время, они либо разобрались, либо там им кто-то подсказал. Особенно если это англоязычная аудитория, у них там этих гайдов намного больше. Это мы тут страдаем. Сами доходим шишками, переводами и вниканием. Но, собственно говоря, вот посмотрев на топ 100 генералов, можно понять уже плюс-минус, какие генералы хороши, какие не очень хороши. Если вашего любимого генерала нет в этом списке, то тут вопрос, конечно, моего, например, нет. Вопрос, либо вы самый умный, либо вы наоборот не самый умный. Ну, я считаю, что мне исторически не свезло с лучными генералами, но, тем не менее, я своим доволен. Итак, даже если у вас тут ничего нет, то рекомендую присмотреться к рейтингу генералов более подробно. Почему? Потому что, если мы заходим на генерала, мы видим не только параметры, мы можем вообще зайти на любого генерала. Зайти на генерала. Окей, спасибо, Иване. А не как обычно. И тут можно потыкать по обвесу, посмотреть на дракона, посмотреть, как вообще себя ведут обвес, шмот какой, какие люди выбирают атрибуты улучшения, атрибуты наборов и так далее. То есть, если у вас негде посмотреть на параметры, там, поножи ахамонидов, вы знаете, где их сделать. Ну, конечно, если у вас на сервере они есть и так далее. То есть, пошарившись по вот этим вот генералам, можно это все увидеть. Окей, хорошо. Дальше, следующая очень полезная штука, я считаю, это посмотреть, какие навыки люди ставят, какие навыки люди ставят на своих генералов. То есть, вы смотрите примерно тоже игровое амплуа у вашего генерала и примерно смотрите, что здесь, да, и можно ориентироваться. Очень-очень полезно, правда, без Б. Дальше. Посмотрев вот это вот все, можно посмотреть примерно, кстати, мы таким образом пользуемся, когда есть СВС, можно посмотреть у противника рейтинг генерала и примерно понимать, чем вообще будет атаковать сервер, что есть у топов, с чем лучше бегать на топов, с чем лучше не бегать на топов. Ну, то есть, сделать какие-то определенные выводы, да. Вот. Вот Барбаросу, например, я использую как генерала для хождения на монстра. И вот у меня один в один навыки. Ну, что могу сказать? Ну, я молодец. Вот. То есть, я еще когда-то там угадал, да, себя не похвалишь, чувствуешь себя как оплеванный. Вот. Можно посмотреть, что ставят генералам на стену и так далее, и так далее, и так далее. Вот. С этим вроде бы разобрались. Все, ребят, если у вас есть какой-то генерал, и вы дальше не хотите себе ломать голову с расчетами и со всем остальным, зашли, посмотрели и наметили, как вы его будете качать. Все. И дальше закрыли это видео. Все. Я вам пожелаю, чтобы вы не горели, не теряли пузырь. И дальше идете спать. Вот. А кто этого не сделал, тот сам виноват, будет дальше слушать нудятину. А дальше пошла нудятина. Почему пошла нудятина? Потому что для того, чтобы понять, хороший генерал или плохой, нам нужно сделать расчеты. А это никто не любит. Я тоже не люблю. Но покажу на своем личном примере. Итак. Мой личный пример заключается в том, что у меня исторически очень долго не было нормального лучного генерала. Потом я получил Джумонга, очень радовался. Я прокачал. Даже ему напихал всяких навыков красивых. Ну, я имею ввиду вот этих вот навыков. Сейчас как они называются. Господи, забыл. Извините. Вот. Ну, вот эти всякие. Понимаете, да? А специальность. Вот. Я ему даже напихал всякой специальности. А потом мне сказали, что дружище, стоп, не самый лучший генерал. Вот. Правда, я поверил. Сделал другого генерала. В это время мне уже пришел Винфид Скотт. И, если честно, я не пожалел. Вот. Ну, кстати, если бы я этого не сделал, может, не появилось бы это видео. И вы бы не разбирались. Я бы тоже не разбирался. Итак. Теперь идем от начала. У каждого генерала есть определенные параметры. Параметры лидерства, атаки, защиты, политики. Есть начальные параметры. И есть, так называемый, я его называю задел роста, да? Или базовый прирост. Вот. То есть, есть совсем-совсем базовый прирост, когда у нас генерал первого уровня. У него совсем нет звезд. И есть прирост, когда у него есть пять звезд. Для того, чтобы вы не говорили, а как же ж я узнаю, какой у него будет прирост на пяти звездах. Я сделал тут, посидел с калькулятором, посчитал, сделал это за вас. Ребят, умножаете на коэффициент 2.48-2.49. Или же еще проще на 2.5. Сейчас, сори. 2.5, да? И вот у вас будет примерно понимание, каким он будет, когда вырастет. Вот. Все. И не парьтесь. Ну, то есть, если мы видим, что у нас тут 7.59, то большим этот параметр не будет, да, прирост по атаке. Лидерство там нормальное, защита нормальная, политика там не очень нормальная. Вот. Ну, либо же второй вариант, как вот я подсказал, да, снова заходим в настройки, в параметры, смотрим рейтинг. А дальше, ну, вроде бы хороший генерал, да. У него там родные плюс 35% к атаке стрелков. Больше ему не ставится ничего по атаке стрелков. Вот. Ну, 35, это же вроде бы хорошо. Ну, вот теперь давайте разбираться. Итак, вот у нас есть формула некая. Некая формула, единственное, она отстает на один шаг. Пытался понять, почему. То есть, если у нас 28 уровень, то надо смотреть 27. Ну, я так понимаю, из-за того, что у нас есть на первом уровне вот этот вот 105, да, исходные параметры. Сейчас мы смотрим только по атаке. Итак, у нас есть прирост на каждый уровень. И если мы перемножаем вот эти вот 27 шагов на базовый прирост с 5-звездочной, начинаем считать от 22 уровня, потому что 5 звезд у нас на 22 уровне, вот, то в итоге мы получаем некое число. Это число будет 510 плюс базовый прирост. И это будет 615. 615 атаки. Плохо это или хорошо, пока зафиксировали 615. Вот. Если же мы посмотрим на Уинфилда Скотта, ребят, ну сразу, давайте вот сразу забегая наперед, это может быть не Уинфилд Скотт, это может быть любой другой генерал, который вы захотите. И параметры вы можете сравнивать любые другие. Там по лидерству, по защите, по всему остальному. То есть, не привязываемся, да. Вот. Уинфилд Скотт, тут уже у нас каждый шаг добавляет 21,7, умножаем на 27, получаем 585, плюс стартовый набор 112, и мы получили 697. Вот формула говорит о том, что вот это плюс вот это дает 697. Хорошо это или плохо? Пока не знаю. Но уже, наверное, пришло время разбираться. Итак, возвращаем нашу игру. Включаем. Заходим к генералам. Сначала иду к Джумонгу. Иду, иду к Джумонгу. На Джумонге проще. Вот. И заходим в развитие. Заходим в развитие. И тут мы видим, что на самом деле атака это не просто там какие-то числа в вакууме, да. Вот 614. Ой. Что-то у меня тут переехало не туда. Блин. Извините. Во. Привычный так. То есть, вот эти вот 614. Ну, сори, у меня тут по моим расчетам выходило 615. Где-то с округлением беда случилась. Бывает. Вот. 614 и плюс 218. Но 218 это то, что было откультивировано за гемы дополнительно. Оно дает в сумме 832. Вот. Не вру. 832. И смотрим на атаку. Это 83%. То есть, что дает вот эта вот атака? Вот эти вот 615. Это 10% вот этого. Это 61%. 61%. Хорошо или плохо? Наверное, хорошо. Вот. То есть, 61% к любому войску. Сейчас я отбрасываю то, что было за гемы дополнительно взято. Вот. 61,5%. Теперь нас интересуют лучники. 61,5% плюс 35% это сколько будет? 61 плюс 35% это 96%. 96%. Ну, наверное, хорошо для лучников. То есть, только за счет генерала и его вот этого вот навыка мы получили 96% на 28 уровне. В базовом. Давайте будем говорить о базовых. Окей, хорошо. Ну, то есть, тогда логично предположить, что у товарища Винфилда Скотта, например, округлим 698. Вот. Это будет 69,8%. Вот. Дальше. Родной навык Винфилда Скотта это 5% для всех войск и 20% еще к стрелкам. То есть, плюс 25%. Вот. Ну, то есть, плюс 25%. Без калькулятора тут явно не обойтись. 69,8% плюс 25% равно 94,8%. 94,8%. Ну, вроде бы, вроде бы как-то так. Вот. А вот теперь, ребят, вот теперь обратите внимание. Даже если мы не ставим другие никакие навыки, да, то у нас потом полезет достаточно интересная штука. И, например, на 35 уровне, вот 35 уровень, снова же таки, у нас он будет выглядеть как равно 661 плюс опять вот этот вот базовый прирост 766. 76, это 76,6, да, плюс 35% равно 111,6%. 111,6%. Ну, где-то примерно так. Поняли, откуда эта цифра взялась? То есть, это то, что мы перемножили по базовому приросту, плюс параметр первого уровня, да, плюс перевели в усиление стрелков, то, что нас интересует, и добавили 35%. Вот. Вроде бы тоже неплохо. Но, но, здесь у нас будет уже другая циферь. 759 плюс 871, ой, вернее, 759 плюс 112 равно 871 до плюс 25. Итого перемножаем 87,15 плюс 25%. Тут уже будет 112. То есть, на уровне 35 мы примерно обогнали, да. Ну, вроде бы окей, вроде бы окей. Вот, но дальше теперь не забываем, что, допустим, тот же Winfield Scott, он дает 5% на все виды войск. То есть, а не только на лучники, а у этого товарища только на лучники. Да, плюс еще мы можем его усилить. Открываем Winfield Scott. Ребят, снова же такие, вот, откачусь назад. Если вы не заморачиваетесь очень сильно с игрой, ну, вы видите, да, что тут разница на самом деле не такая уже большая. Тут идет игра, там, 5-10%, 15-20%. Тут максимум на генерале, там, выигрывается 20-25%. Ну, я не говорю о диких генералах донатных, там, которые плюс 50%, там, плюс 35% всем войскам, вот. Но, если вы хотите именно заморочиться и понять, хорош ваш генерал или нет, то вот эти вот расчеты, это для вас. И поверьте, когда я играю топы, у которых, понятно, что если, там, у меня сейчас 31 уровень, и меня бахнет какими-нибудь тремя миллионами марша, там, 35-ка или, там, нынешние 36-37, вот, мне никакие проценты не помогут. Но, если мы начинаем бодаться примерно равными маршами с такой же, там, 30-кой, да, там, 31 уровнем, то вот эти вот проценты начинают отыгрывать. Вот, почему о них и речь. Так вот, еще одна интересная штука возникает, то есть, допустим, к некоторым генералам можно еще и усиление специализированное поставить. И получится, что я могу поставить вот тут вот не только родные его 25%, да, ну, 20 и 5%, А сюда я еще могу пришпилить за счет навыка 25%. И уже, извините, это будет 137% усиления только получником. То есть, 137 здесь и, ну, там, 112 здесь. Вот эти вот вещи надо учитывать. И когда мы говорим, там, золотой генерал хороший и золотой генерал плохой, пожалуйста, я не могу вам дать, там, все и никто вам не даст. Вот, берем калькулятор и начинаем считать. Если считать лень или не хочется, или вы не понимаете, для чего это нужно, вообще не парьтесь. Берете специализированного генерала и качаете его так, как считаете нужным, не запариваясь. Вот. С этим вроде бы разобрались. То есть, откуда появляются вот это вот, вот эти вот цифры по приросту, по уровню, надеюсь, стало понятно. Так, ну, тут было лидерство, могу даже лидерство вот это вот убрать. Вот. И что дает, какой параметр? Снова же таки, многие играют годами и не понимают этого. Ребят, еще раз. Заходим на генерала, на любого. Заходим в развить. Смотрим, лидерство, что дает этот параметр, да, там, скорость обучения, очки жизни, отряда, скорость марша, например. Атака, оборона, политика и так далее и тому подобное. Вот. С этим, надеюсь, понятно. Дальше. Пока готовилась информация для этого видео, столкнулся просто с феерической штукой. Вот. Реально. То есть, если я открываю, например, Джумонга, да, вот вернемся к нему. У него все понятно. Вот у него есть атака 832. Заходим в развитие. И плюс 83,2% атаки. Нормально. Защита солдата, да, у него тут 8802. А если я сюда посмотрю, защита 880. Тоже нормально. Блин, опять, извините, барахлит у меня музыка. Вот. Вроде бы все нормально. Ведет себя по-человечески. И тут я пытаюсь аппроксимировать Винфилда-Скотта. Захожу сюда. То есть, теоретически, атака должна быть 119,3%. Я захожу в развить. Тут 148. Не, ну, мне, конечно, приятно, что откуда-то нарисовались 30%. Вот. Но, блин. Окей. Я захожу в Барбаросу. Тут вроде бы близко, но не то. Захожу в кого там. Короче, в кого бы я ни заходил, везде непонятная история, да. Вот, допустим, атака у Джозефа Джонсона 1179. Заходим в развить. 145%. Так как, вроде, у него там не 1149, а 1458. Вот. Но обратите внимание. Вот здесь. Вот здесь. Он у меня прокачан по атаке и по защите на максимум. То есть, исходя из вот нынешнего уровня Джозефа Джонсона, я не могу ему добавить вот этих вот параметров. Это в культивировании. Да, я потратил на него дофигища гемов. И на Винфилда Скотта я тоже потратил дофигища гемов. И на Меньшикова. На Меньшикова немножко меньше. Но так же потратил. Вот. Так вот, ребят. Бонус к трате вот этих вот гемов на генерала. Вот просто очумительная вещь. Вот. Еще раз, да? Винфилд Скотт. 1193. И параметр, параметр, параметр по развитию, по атаке. 1148,6. И вот тут, вот тут, я прям вот так вот сделаю. Вот тут вот у меня выявилась чудо-формула. Вот она. То есть, если у нас параметр... Сейчас удалю. Если у нас параметр ниже 900, то формула работает так, как она должна работать. Например. Показываем. Заходим в генерала. Заходим, например, в того же Лицзына. Вот есть политика, да? Политика 79,5. 795. 795. Вот. Не помню, что она дает. Заходим. Заходим в политику. 79,5, 79,5, 79,5. Все вроде бы чудесно, все классно, все нормально. Вот. Но у него есть параметр. У него есть параметр атака. Атака 883. Смотрим. Тоже нормально себя ведет, да? 883. Нормально? Нормально. И вот у него есть параметр защита. 918. Заходим в защиту. То есть, по идее, она должна быть 91,8. Заходим. А она 93,62. Какого хрена? 918. А вот теперь начинает работать наша, блин, чудо-формула. Беру, чтобы так вот не делать. Если у нас вот эта вот цифра выше 900 начинает срабатывать коэффициент. То есть, равно вот это минус вот это. И в 10% от вот этой вот разницы, оно плюсуется вот сюда. Проверочка. Оборона. 93,6. Ну, там, извините, до сотых уже не допиливал. Окей, давайте проверим еще раз. Ребят, честно, я знал, что это круто, но, блин, не знал, насколько. Проверяем. Джозеф Джонсон. Заходим в развить. Ой, сори, поторопился, поторопился, поторопился. Допустим, смотрим. Атака, да? Атака 1179. 1179. Автоматом уже посчитала. То есть, 145,8. Открываем. Развить. Атака 145,8. Вот, серьезно, уперся, вот, начал записывать видео, все хорошо, и столкнулся с вот этой вот штукой. Вообще, долго не мог понять. Вот. Атака 1193. Записываем сюда 1193. То есть, вместо 119,3 процента усиливается атака на 148,6. Круто. Однозначно круто. Вот. Но это за счет того, что мы культивируем, что мы берем геомы. И начинаем культивировать. Функция улучшения. И еще раз. Подтвердить, конечно же. Вот, видите, у меня все, у меня уперся в максимум. Вот эти вот параметры уперлись в максимум, больше крутить не буду. Вот. 506, 504, 501. Вот. Вообще, 150 получилось. Но это все гемы, блин. Поэтому те, кто там стонут, что 2000 гемов жалко на щит, или 2500. Надо понимать, какого уровня затраты у вас будут, если будете идти дальше. Но это окупается. Потому что, вот, считайте, вот этими вот двумя нажатиями гемов я увеличил силу там на 2%, например, только что. Вот было 148, да? Стало 150, и 8. Вот. И кроме этого, у нас есть еще специальности. И тут тоже куча гемов и куча рун уходит для того, чтобы их улучшить. И то у меня далеко не самый крутой генерал. Как видите, там, надо еще ему посадить. Специально для съемок видео снял дракона, потому что он дает плюс 50, и начинаешь теряться. Вот. А плюс 50, это плюс 5%, да? Еще плюс 5%. То есть, фактически, все, что идет свыше 9,100, увеличивая, оно идет уже не как 10%, а считайте, как 20%. Вот. Потому что возвращается еще в виде вот этой разницы через 900. Так, ну что ж, господа. Надеюсь, я вас так нормально прогрузил. Вот. Хотя, на самом деле, тут математика на уровне средней школы. Даже не алгебры, а просто расчеты. Вот. Ссылочку на этот лист я дам. Менять его будет нельзя, но, надеюсь, что какие-то выводы для себя сделаете. Вот. Поэтому пользуйтесь на здоровье, растите, укрепляйтесь. Не сидите, как у кочка на яйцах на этих гемах. Гемы должны работать. Гемы должны приносить вам удовольствие и прибыль. Вот. Ну и снова же такие. Традиционно. Не горим, не теряем щит. Подписываемся на канал, ставим лайк, задаем вопросы. Можно и дизлайки ставить. Не обижусь. Вот. Хуже всего это равнодушие. Вот такие вот у нас вышли размышления с формулами. Правда, достаточно интересно самому было. Все, ребят. Всем хорошего настроения. Пока-пока.